Девушки отдыхают В Сочи также дожди, пасмурно и воздух прогреется всего лишь до плюс 9 градусов. В Анапе чуть теплее, плюс 11, и даже солнышко будет появляться иногда из облаков, но также дождливо целый день. В Новороссийске на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, дождь будет идти ночью и утром, днем он ослабнет и к вечеру закончится. Максимальная температура плюс 11 градусов. А теперь не о погоде. 2 апреля отмечается Международный день детской книги. Эта дата выбрана не случайно, так как 2 апреля это день рождения датского писателя Ганса Христиана Андерсона. И лучшему автору книг для детей или художнику-иллюстратору в этот день вручает премию имени этого замечательного писателя. Кстати, литература для детей зачастую приводит в восторг и нас, взрослых. Сама королева Великобритании зачитывалась приключениями Алисы в стране чудес, наслаждаясь свободной игрой фантазии и юмора. 20 век подарил юным читателям Питера Пене, Мэри Поппин, старика Хатабыча, Гарри Поттера и многих других замечательных героев. Вот уже более полувека дети и взрослые зачитываются трилогией «Властелин колец». Детские книги вбирают в себя целый мир, все интересное, что бывает на свете. Надо отметить этот праздник новенькой, хорошей детской книгой. Не забудьте сделать подарки своим детям. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Строй электросевков монтаж», отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодара» и я желаю вам хорошего настроения. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok